Я так понимаю, что после того, как старшая уехала, вы меньше с ней, да, общаетесь? Ну что, каждый день. Ну, у неё же гражданство, наверное. У неё уже давно гражданство, она там давно, уже в районе 10 лет. Там, давайте мы зрителям расскажем, где за океаном. За океаном в Америке, да. В Америке, да, в Соединённом Штатке. Это любовь, она на неё нахлынула, американский мальчик влюбился в неё, она в него. В общем, такая романтическая история. А где они встретились, кстати, с американским мальчиком? Она же училась здесь, получается, в Морисе Терезе. И вот уже после второго курса они поехали в Америку на практику. Там был, по-моему, у них Бостон, что-то ещё. Мама с папой ей денег дали, чтобы она прошвырнулась в Лос-Вегас. Ну, три дня всего, но всё равно, чтобы она увиделась. Мы так сели, посовещались, ну, пускай уже, если она едет туда за океан, пусть посмотрит. Вот, и она поехала в Лос-Вегас. А он поехал из своего штата, он поехал в Лос-Вегас. Он спортсмен. Знаете, вот эти мотоциклы грязные? Вот такие спайдер-мены, которые грязные, как-то дьёти-мото-байк называется это. А он приехал на какие-то соревнования. Вот они в одном отеле остановились, как бы его там был бассейн. Какое-то время они там возле бассейна, она даже показывала что-то там. И говорит, вот мама, видишь фотографии? А вот это нога Джерода. То есть мы ещё не познакомились с этой ногой Джерода. Ну, в общем, они как-то там вот сошлись за три дня. Она, ну, это вообще рассказать эту историю. Ну, это сюжет, сюжет, сюжет. Целый сюжет, да. Да, и, значит, она рассказывает, что он на третий день, он водил их всех, значит, Макдональдс, кормил их. Это кого всех? Ну, а там были ещё же, ну, кто ездил на практику из университета, из Москвы. Он водил их в Макдональдс, потом на третий день он встал на колено и сказал, выходи за меня замуж. Она сказала... На третий день? Ну, на третий... Уже надо было ей улетать. Три дня они там всего-то были. И, значит... Вот это любовь с первого взгляда. Это вообще. Она говорит, ну, сейчас, кольцо. Он говорит, пойдём. Видимо, хотел там кредит взять или что. В общем, пришли, а там такие цены в Лас-Вегасе. Он говорит, не могу. Взял ей какое-то там, какое-то другое пластмассовое или что-то там ей надел. Ну, и, значит, и она не прилетела в этот день, не в этот день, в эту часть дня. Звонит мама, мы в кафе. И, значит, вот я опоздала на самолёт, я перепутала PM с IM. У них там одинаково как-то называется. Ну, да, до полудня и после. До полудня и после. Вот что мне делать? Может быть, мне остаться? Он же замуж меня зовёт. Я говорю, быстро! Взяла билет и полетела в Москву. Замуж она собралась. Вообще без проблем там поменяли билет, без какой-то доплаты. Почему-то её, в общем, посадили, и она прилетела. Ну, пять месяцев вот этого общения по скайпу, тогда был скайп в ходу. Они договорились, он ей купил билет, через пять месяцев она поехала. И, в общем, в итоге вот так вот это всё вот выросло. А вы-то познакомились с американскими родственниками? Конечно! Во-первых, у нас не было визы, и мы поехали в Доминикану и сделали даже свадьбу там, в Доминикане, как мы отмечаем. На нейтральной территории. Да, они приехали туда, и мы туда. Это было очень красиво. Сейчас у них уже малыш, и они давно живут, и она уже американка-американка. Просто так она адаптировалась. Но он-то приезжал сюда в Россию? Да. Они в 16-м году приехали в Россию, прошлись по Красной площади, съездили мы в Новый Иерусалим, в Истру. Вот, это всё очень было так. Продолжение следует...